Добрый день! Представляем вашему вниманию обзор от компании IFC Markets. Доллар США ослабел по итогам торгов на прошлой неделе, уступив всем основным валютам, за исключением австралийского доллара. Лидером роста стала японская иена, накопившая значительный коррекционный потенциал в течение последних месяцев и угрегившаяся на 3,2%. Европейские валюты также показали синхронный рост. Британские фунты евро прибавили 2,3%, швейцарский франк 1,8%, канадская валюта выросла на 1,6%, австралийский доллар опустился на 1,1%, а индекс доллара США потерял 1,9%. Из событий прошлой недели вспомним несколько стратегически важных моментов для австралийского доллара. Во-первых, заседание Резервного банка Австралии, оставившего ключевую ставку на уровне 2,75%. Во-вторых, выход данных по ВВП Австралии, не оправдавших ожидания. В годовом выражении показатель вырос по итогам первого квартала на 2,5%, вместо ожидавшихся 2,7%. В-третьих, данные по внешней торговле Австралии и Китая, показавшие снижение активности в торговле обеих стран. В результате всего этого мы видим австралийский доллар на 20-месячных минимумах, около отметки 0,9400. Похоже, для австралийцев вступает кульминационный момент. Он вплотную подошел к минимуму 2011 года – 0,9387. В случае падения ниже, торги будут проходить уже на 30-месячных минимумах. В перспективе откроется дорога ниже 0,9000. Техническая картина не в пользу австралийца, но индикаторы говорят о перепроданности. Налицо признаки дивергенции, поэтому мы не исключаем, что именно сейчас может произойти очередная волна коррекции. Европейская валюта чувствует себя уверенно после заседания ЕЦБ и комментариев Марио Драги. Регулятор оставил ставки на прежних уровнях, а глава банка выразил надежду на постепенное восстановление экономической активности в еврозоне. Безусловный плюс для евро, который на прошлой неделе достиг трехмесячного максимума – 1,3304. При этом технически пара не выглядит перекупленной. И это несмотря на более серьезное, чем ожидалось, падение ВВП еврозоны в первом квартале. Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы ожидаем перехода инициативы к медведям по паре евро-доллар. На наш взгляд, американская экономика скорее вернется к стабильному росту, нежели еврозона. Скорее будут выключены механизмы стимулирования экономики, а это уже серьезный фактор поддержки для доллара. В этой связи мы будем рассматривать рост пары к максимуму 2013 года 1,3710, как возможность занять стратегическую короткую позицию. Одной из самых обсуждаемых тем на прошлой неделе был выход данных по занятости США. Количество рабочих мест выросло в мае на 175 тысяч. Это чуть больше, чем в среднем предполагали аналитики. Цифра в принципе неплохая, если бы не два минуса. Безработица выросла с 7,5 до 7,6, а апрельская цифра по количеству занятых пересмотрена на 16 тысяч вниз. Тем не менее, этого хватило, чтобы приостановить падение доллара. В пятницу на прошлую неделю и в понедельник на этой неделе доллар сумел отыграть часть позиций против основных валют. Из списка ключевых событий на этой неделе отметим заседание Банка Японии и пресс-конференция главы Банка Куроды во второе. В тот же день выйдут данные по промышленному производству в Великобритании за апрель. В среду ждем данных по занятости в Великобритании за апрель. В четверг выйдут майские данные по занятости в Австралии. Здесь нужно особое внимание в случае появления каких-либо сюрпризов, поскольку данные могут стать действительно сильным драйвером движения валюты. Также в четверг ждем выхода статистики по розничным продажам в США за май. Наконец, в пятницу выйдут майские данные по инфляции в еврозоне и промышленному производству в США. Индикатор настроения рынка, рассчитанный на основе данных комиссии по торговле фьючерсами, по-прежнему говорят о преобладании бычьих настроений по американскому доллару. Все, без исключения основные валюты, обладают чистой короткой позицией по отношению к американцу. Лидирует по величине короткой позиции японская иена. За ней следует евро и британский фунт. Все больше коротких позиций появляется по австалийскому доллару, занимающему четвертое место. Замыкают рейтинг канадский доллар и швейцарский франк. Однако стоит отметить значительное сокращение величины коротких позиций по евро на прошлой неделе. Самое значительное изменение в позиционировании, эквивалентное 5,2 млрд долларов США. Для нас это подтверждение того, что сейчас может быть рано занимать стратегическую короткую позицию по паре евро-доллар. Это был обзор от компании IFC Markets. Спасибо за внимание.